Всем привет, друзья! Это Сергей, канал AllSchoolGamer. Продолжаем играть в StarCraft 2, Wings of Liberty. И заставочка. Причём даже на русском сам ролик. Добро пожаловать! Новый Детисберг. О, это офигенный длинный ролик. Приквел. Действия кампании из людей в первом StarCraft. Мы уходим. Что? Ты не можешь их бросить. Всем кораблям убивать орбиту Тарсониса по моей команде. Гидралист. Ещё один. Или это тот же? Они, кстати, лицом вылитые чужие. Ну, нормально. Снайперка хороша у призраков. Патроны кончились. Всё. Праздник окончен. Поздно. Штурман, дайте флотосигнал и выводите нас с орбиты. Немедленно. Такой он гад. Командир? Джим? Что там у вас творится? Сейчас надпись по-английски была. Мелким. Не всё перевели. Зерлинги. Музыка-то какая. Музыка. Окружили. И это всё приснилось Рейнару. Хоть бухло не разбилось. Каю в компании Энди Переона. В последнее время мне всё чаще приходится за вами убирать. Хватит пить. Снова этот сон? Я сказал, не будем об этом. Вы не виноваты в том, что произошло с Керриган. В чём именно? В том, что её предали? Или в гибели 8 миллиардов человек? Восемь миллиардов. Старая песня. Вы вообще меня слушаете? Шериф. Ну, Мэтт нормальный тип. Посмотрите, в кого вы превращаетесь. Мы с Энной выбираем свою судьбу. Рейнар алкаш. Когда разберётесь в себе, дайте знать. Вы нужны нам. Текстура стола крутая. Допоздна засиделся, забухался в паре. Шесть часов спустя. Проспался, наверное, за столом. И дальше сидит со стаканом. Посмотрим новости. Кейт Локвелл для ЮНН. Недавно королева клинков лично появилась на Терадоре. Доктор Эмиль Нарут, глава известной научной организации фонд Мёбиуса, столкнулся с королевой лицом к лицу. Но, к сожалению, сейчас он не может дать комментарий. Тем не менее, доктор Нарут сделал заявление, в котором... Скольский тип этот Нарут. За помощь в спасении от королевы клинков важных научных рейт. Простите, что прерываю, но у нас срочное сообщение. Дайте рекламный блок, пожалуйста. Реклама. Кто в глуши ночной палит, ваш любимый фондаркин, завяжите своего ребёнка в пси-батальон. Пси-батальон. Что за жесть? Тоже хочет пообщаться. Твой друг Тайкус плохой. Очень плохой человек. Зато он белый. У него много секретов. Думаешь, он нас подставил? Привёл прямо в лапы Терриган? Думаю, вы с Терриган пересекаетесь, потому что охотитесь за одним и тем же. Да ты гений. А Тайкус скрывает от тебя что-то ещё. Я не вижу, что именно. Но берегись. Помни, что разрушение у него в крови. Он прирождённый убийца. Дела. Ну и всё. Тут больше не с кем поговорить. Надо будет, кстати, поиграть как-нибудь в отдельном видео в Lost Vikings. Пойдём в лабораторию. Тут ничего нового поговорить. Не с кем. Есть кристалл. Дуракол. Пойдём в арсенал. Свон тоже говорить не хочет. О, медовак появился. Ну, техники явно. Вот ещё что-то одно сюда сзади влезет. Какой-нибудь батлкрузер. Мало, конечно, пожалели. Да и выбор тупой. Нахрена, вот центр экрана занимают какие-то беспонтовые мины. Сюда можно было бы две вообще поставить какие-нибудь крутые техники. Например, стервятника там или гелён. И медовак. Не самое тоже интересное, но почему-то именно его поставили. Медовак. G-226. Первый импровизированный медовак соорудили медики 19-й дивизии морской пехоты, оборудовав десантный корабль пультом дистанционного управления. В условиях постоянных кислотных буль на планете Телон-7 это позволило увеличить среднюю продолжительность жизни медика на... Нельзя прочитать дальше на сколько. Морпехи до сих пор с подозрением относятся к лазерному скальпелю и открещиваются от автоматического наложения швов. Обе эти технологии были разработаны компанией Процион, чьи услуги оказались сам... Мария Таласис по прозвищу Мама. Была одним из первых пилотов медовака. В свое время она спасла сотни жизней. Позже Мария убила двух морпехов за то, что те, как утверждается, упорно называли медовак Хиллботом. По слухам, после ресоциализации Таласис вернулась на службу в армию Доминиона. Прикольный кораблик, конечно. Модельки мне нравятся, как сделаны. Ну, такой он. Трактора подобный немного, конечно. На лапках таких. Люк открой. Прикольно. Оп. И солдатики туда забегают. Консоль арсенала. Флот. Медовак можно заапгрейдить. Медоваки выгружают войска почти мгновенно. Медовак может лечить две цели одновременно. Ну, конечно, вместо медиков Медовак, наверное, хорош. Ну, не думаю, что прям супер хорош. На мостике. Хорнер и Тайкус хотят поговорить. Давайте. Рад видеть вас, сэр. Все доступные задания загружены на звездную карту. Мед, я... Черт. В общем, спасибо тебе. Тайкус. Все думаю про Тирадор и сдается мне, что можно зарабатывать деньги и без высадок на планеты, захваченные зергами. Да ну. Если боишься, возьми себя в руки и постарайся не отвлекаться от мысли о деньгах. Уже стараюсь, брат. Изо всех сил стараюсь. Хм-хм. Старается, молодец. Ладно, звездная карта. Четыре планеты. Тифон появился еще какой-то. Новый Фолсом, Кархал. Ну, не знаю. Давайте, может, пройдем Тифон. Как раз протосов. Сразу четыре очка. Норм. Тифон. Задание сверхновое. Захватить артефакт пришельцев. Опять миссия Тайкуса про артефакт. 120 тысяч вознаграждения. Четыре очка исследования протосов. Значит, враги будут протосы. И дают нам тактический ударный вертолет Банше. Очень крутая штука. Давайте, хочу его. Вот он. Тифон. Хм. Неплохо выглядит. А? Ага. Да, сенсоры показывают... Подождите. Что за... Интенсивность излучения звезды подскочила на 500%. На 500. Такого не видел. Погоди, Мэтт. Что это значит? Это значит, что через несколько часов звезда взорвется и превратится в сверхновую. А до тех пор планета будет охвачена волнами огня. Огонь. Почему всегда огонь? Есть ли хорошие новости? В этом районе у нас значительные запасы провизии. Поэтому вам не придется строить хранилище. Ну, хоть что-то. Итак, где наш артефакт? Вот здесь. Прямо посреди целой тучи протасов. Мы можем перемещать мобильные здания, чтобы не попасть под волны огня. Ха, прикольно. Придется разбирать на материалы. Ты что, спускаться туда собрался? Не дрейфь. До взрыва солнца еще несколько часов. Тогда давайте заберем артефакт и смоемся, пока это ваша королева клинков не заявилась. Прикольная миссия. Судя по всему, тут нужно будет пользоваться тем, что здания у тиранов могут летать. И нужно будет базу перемещать потихоньку от волн огня. Люблю такие миссии оригинальные. И банша. Такая маленькая карта. Это расширится еще. Девочки. Но пушки их протасов видят. А. А мы ее выключим и норм. Бам-бам-бам. Разнесли. Невидимость крутая штука. А теперь ставим базу и начинаем охоту за артефактом. Артефакт. Так. Мало кристаллов. Ну давайте. И рабочих побольше. Так. Одного рабочего пусть меня починят. Сок стоит. 150. Внимание. Приближается огненный фронт. Входящее сообщение. Ну это опять эти толдоримы. Совершенно не умеют вовремя остановиться. Стена огня. Вот она сжигает все потихоньку. Надо смотреть. Вдруг тут находятся эти реликвии. Четыре реликвии на карте. Отлично. Выстверждаю. Презент готов. Прекрасно. На помощь. На помощь. Уже там. Отлично. Стволы на готове. Сделаю. Так точно. Нормально. Легко. Сигнал получен. Ну норм. Вылетаю. Поддержаю. Уже там. Без проблем. Вылетаю. Нет. Тут нет ничего. Понял. Ну окей. Тогда летим на базу. Строим еще. КСМ. Одного посылаем чинить. Двух посылаем еще на Веспен. И еще вертолеты строим. Куда лететь? КСМ готов. Да. Скоро протасы сгорят. Ну и к нашей базе уже близко. Давайте еще трех пошлем на Веспен. Дальше строится. Дальше строится. Слышимость отличная. Давай, давай. Долг строится вертолета. Да. Подтверждаю. Ну, первая реликвия прям совсем рядом. Ну, какая мерзкая тварь. Лакрица. Убить, убить, убить. Готово. Так, идите, забирайте. Чините мне. О, еще один построился. Так, ну лабораторию тут строить смысла нет. Нужно после перемещения базы. С другой стороны, уже пора искать, где следующая база будет построена у нас. Так, протасы двигаются. Да? Тварь едет. Так, вот следующее. Разнесем пилон. Затыкаем лакрицу. Так, вторая реликвия, это хорошо. Еще один построился. Так, надо искать место для следующей базы. Волна огня в опасной близости от базы. Требуется немедленная эвакуация. Все, сейчас поедем. Заняли удобную высоту на востоке. Было бы неплохо выбить их и перенести туда нашу базу. Сделаю. Сделаю. Так, точно? Полдаримская база удобно расположена. Нужно вытеснить оттуда протасов и занять их позицию. Легко. Невидимками сейчас все перестреляем. Да и норм. Уже там. Так, надо разнести. Большую тварь. Месторождение минералов выработано. Слегко. Уже там. Разнесите ее быстрее. Отлично. Так, точно. Отлично. Мотор девет. Мотор девет. Все, пусть разносят потихоньку. Так, тут уже почти все выработано. Шевертолетики. Все. Не, еще чуть-чуть можно, конечно, переждать. Опа. А тут что внизу такое? Ну, тоже место для мини-базы. Тоже место для мини-базы. Слегко. Уже там. И тут тоже реликвия, да? Без проблем. Так точно. Делаю. Так, окей. Взлетаем. Наемников нельзя взлететь. Солдаримов ликвидировано. Теперь мы можем занять их место. Жертвы наших воинов были не напрасны. Мы с радостью отдадим жизни, лишь бы приблизить твою погибель. Все, летим. Так, ну и деньги есть. Можно заказать немного наемников. Сейчас рванет. Задавим их вентилятором. Я уже заждался. Давайте, надо собрать реликвия. Опа. Твари. Эх, двоих потерял. Так, и вниз тоже надо сходить. Ну, как все быстро прилетело. Так, соберем ресурсы. Снесите вот эту штуку. Командный центр сюда. У меня, по сути, тут нужен только космопорт. Так, давайте, виспен. Тут стройте мне лабораторию. Ты строй арсенал. Остальные все на добычу минералов. Так, давайте. Собрали. Окей. Идем на базу назад. Давайте вертолеты мне. У меня их уже прилично. У меня их уже прилично. Два косы нах. Нужно одного роботика. Недостаточно минералов. Что происходит? Кого подладать? А? Все. Нормально все добывается. Прием. Полетели. Легко. Резы готов. Вылетаю. Невидимость. Турбина на полную. Ну, я хорошо, что прокачал на самом деле именно запас маны у специалистов. Благодаря этому прям они практически вечно. Ну, вот у одного кончилось. Слышимость отличная. Поняла. Так, тут ресурсики. Мотор ревет. Сделаю. Так, точно? Давайте, разнесем тебя. Турбина готовит. Постоянно забываю, что Архонт умеет по-воздушным стрелять. Отлично. Резы готов. Так, маскировку, пожалуй, выключу. Да, точно. Поняла. Выстереждаю. Вылетаю. Да. О, блин. Сигнал получен. Плохо. Невидимость. Отлично, улетели. Так. Силу выстрела и броню у воздушных юнитов увеличим. Давай, удиви меня. Твари прибежали. Блин, вас классно. Так, давайте построим притон наемников. Да, да. Волна еще довольно далеко. Она вот только дожигает предыдущий притон. Слышь? Слышь? Да. Месторождение минералов... Долго мана заряжается, кстати, долго. Да, внимание. Так, давайте. Быстрее достраивайте. Можно, кстати, второго уж было послать. Я изучил технологию, что... Как можно больше КСМ увеличивают скорость строительства здания. Все, строим самолетики. Отлично. Давайте. Все вместе прям объединю. Создан для битвы. Создан для битвы. Архон. Давайте. Разносите. Улучшение завершено. Отлично. Мотор ревет. Еще давайте пару мне. Заодно ресурсики соберут. О, блин. Взлетайте. Черт, два разнесли. Офигеть. Зря я посадил, конечно. Жалко. Не витинги хорошие. Ну, хоть один остался. Вперед. Вперед. Несторождение минералов выработано. Хорошо. Давай, пособирай. Никто не вечен. Разнесли базу. Отлично. Бой или домой. Приказано. И вот, кстати, рядом прям последняя должна быть. Нет? Нету почему-то. Реликвия. Все, последний самолетик потерял. Так, тут нету реликвия. Маскировка крутая штука. Может, тут последняя? Уже там. Ну, да, может быть, тут. Турбина на волна. Поняла. Вылетаю. Блин. Уже там. Разнесли, твари. Ой, прям рядом с базой можно починить оставшихся. Завершено. Так, самолеты еще не перезарядились. Прием. Веспеновый гейзер иссяк. Так, давайте второй левел исследований пусть проведем. Сейчас все починят. Починили. Вот больше надо полное исследование провести. Они очень крутые. Так, надо пилон уничтожить и все само выключится. Прекрасно. Легко. Сделаю. Отлично. Месторождение минералов выработано. Мотор ревет. Вот и все. Высвеждаю. Так, а где же последняя реликвия? Отлично. Подтверждаю. Блин, тут надо выносить эти пушки грубой силой. Поняла. Сваливаем, сваливаем. Сделаю. Сигнал получен. База отопорная. Утка подгорает. Стаешь на сбай. Так, давайте вместо вертолетов дальше викинга строить будем. Мотор ревет. Котор к трансформации. Куда лететь? Бой перед... Не кричи. Так, нормал. Сейчас разнесем следующую базу, чтобы нашу переместить. Турбина на полную. Так, точно. Легко. Поняла. Сигнал получен. Отлично. Вылетаю. Слышим мы? Отличное. Прием. Я создан для битвы. Пусть починят его. Война на пороге. Ха-ха. Ворог. Так. Слева. А как же? Приказ получен. Стена огня уже к базе поддвигается. Стена огня уже к базе поддвигается. Огонь совсем близко, сэр. Необходимо срочно передислоцировать строение. Нет. Никто не видит. Где последняя сраная хрень? Принято. Ну, блин. Неприметно. Тут ее нету почему-то. Хотя тут похоже, как для нее как раз место. Так, давайте все перемещаем. Перемещаем. Будь. Бой или домой. Лаборатория, интересно, успеет доисследоваться. Кому навешать? Наши КСМ атакованы. Кем? Так, летим. Прикольная летучая база, конечно, круто. Оп, такая летит. Все, внимание. Я создан для битвы. Сделаю. Ну. Еще никто не чинит. Подтверждаю. Ну и хрен с ним. А, у меня ноль, потому что этих минералов. Так, давайте. Садитесь. И все силы на минералы. И полетели искать последнюю реликвию. А вот она вот тут, походу, да? Ну и все. Осталось только последнюю базу вынести. Уже ничего трудного. Улучшение завершено. Вылетаю. Тамплиер. Пушки. Еще пушка. Нормально вообще. Издалека разносишь. Чтоб башни не видели. Вы не стесняете свитинги. Поближе подлетайте. Турбина на полу. Вылетаю. Без проблем. Уже там. Подтверждаю. Слегко. Так, разносим пилон. Обе пушки выключаются. Пушка. Архон. Пилон. Ну давайте повыше слетаем. Посмотрим. Посмотрим. Посмотрим, что тут. Ох, нифига тут как все. Обстроено. Все сбил, все уничтожил. Миссия пройдена. Нет? А что нужно? Разрушить хранилище с артефактом надо. Оно еще с биополем. Так, тихо я нашел тут еще пушку спрятанного. Давайте, разнесите пушку. Все, вот так. Теперь точно пройдено. Артефакт у нас. Пора убираться отсюда. Я пехот и вообще тут не пользовался. Мы будем преследовать тебя во всей вселенной, Джеймс Рейнон. Какие они злопамятные. Мы убьем тебя тысячу раз. Это не искупит твоего бессмысленного святататства. Святатататства. Две ячерки получил. Сверхновая и легкая пробежка. Выполните задание сверхновое на уровне с лошади боец, не понеся потерь от огненного фронта. А, ну это халява вообще. Шок и трепет. Выполните задание сверхновое на с лошади ветеран, уничтожив 75 ниц или строений с помощью зазутированных баньши. Ну это тоже, я думаю, нетрудно. Окей, прошли миссию. Увидимся в следующей.